В исправительном учреждении осуждённые обеспечиваются по установленным нормам трёхразовым горячим питанием. Для осуждённого, находящегося в постоянной динамике на производственных участках и местах работы определённых администрацией исправительного учреждения, приём пищи в столовой – важный и жизненно необходимый пункт распорядка дней. Воспользовавшись возможностью посетить варочный цех, мы стали свидетелями приготовления продукта, как правило, для самого обильного приёма пищи – обеда. От и до мы увидели процесс, результат которого по итогу окажется у осуждённого на разносе. На сегодняшний день меню расплавки – каша гречневая, суп, рассольник, бисель и хлеб. Для выпечки хлеба весом 750 грамм используем, разрешиваем тесто 890 грамм. Формуем, формуем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Далее лук, морковь мы обжариваем до золотистого цвета и добавляем кашу гречневую. Субтитры подогнал «Симон» Там размораживаются специально отведенные в баню при комнатной температуре и далее нарезаются. Сегодня у нас нарезка кубиком. Берем размороженное мясо, нарезаем кубик. Далее идем обжаривать. Доведя до полого готовности мясо, мы его добавляем в кашу гречневую. За пять минут до конца готовки мы добавляем обжаренные овощи, которые я уже рассказывал, лук и морковь. Субтитры подогнал «Симон» Для варки киселя мы кисель засыпаем в кастрюлю, разбавляем его холодной блюдой. Размешиваем полностью в детском хобке и далее заливаем к коколу печеной водой. Для приготовления первого блюда, это у нас рассольник, мы взяли те же лук и морковь, ранее нарезанные и обжаренные. Картошку нарезанную кубиком, огурцы соленые, перловку, томатную маску. При выходе блюд осуженный получает полноценный обед. Это суп рассольник в размере 600 грамм, каша гречневая, 280 грамм каши гречневая и 32 грамма мяса. В общем получается 222 грамма. Хлеб 250 грамм второго сорта и кисель 250 грамм. Придерживаясь графика посещения столовой, отряд или бригада, строем прибывают в столовую, где при входе установлены дозаторы с дезинфицирующим средством для обработки рук и дезинфицирующие коврики. Воспользовавшись гардеробом для хранения верхней одежды, осужденные моют руки перед приемом пищи. Для поддержания личной гигиены в столовой размещено 15 умывальников с полотенцами для рук и мылом. Далее осужденный проходит к линии раздачи пищи. По медицинскому назначению больные осужденные получают норму питания отдельно. Помещение столовой гарантированного питания рассчитано на 264 посадочных места, что обеспечивает возможность приема пищи двух отрядов одновременно. В период пандемии инфекции COVID-19, согласно изменениям в графике посещения столовой, прием пищи осуществляется индивидуально поотрядно, с определенным интервалом времени между ними. Для поддержания должного порядка во время приема пищи осужденными в столовой присутствуют представители администрации исправительного учреждения. После приема пищи посуда сдается в окно моечного отделения. В период пандемии коронавирусной инфекции посуда в обязательном порядке замачивается в дезрастворе, после чего проходит трехступенчатую обработку. Если ранее посуду приходилось мыть вручную, то сегодня в столовой установлена современная конвейерная моечная машина, что облегчило процесс мытья. Также в столовой функционирует небольшое кафе с уютной атмосферой и гастрономическим выбором от наших местных поваров. Осужденному необходимо сделать заказ с помощью информационного терминала, а по вызову забрать готовое блюдо или выпечку. Столовая ФКУ ИК-10 – место получения качественного, вкусного и энергетически полноценного питания. Меню на каждый день основательно отличается от предыдущего, а приготовление пищи ведется согласно всех норм питания для осужденных. Субтитры создавал DimaTorzok